И теперь перейдем больше к тому, как это было, работало у нас. У нас был распределенный, частично контекст, частично локализованный взаимодействие. Если мы говорим про распределенность, то в нашем случае, как я уже упомянул, это распределение по разным странам, по разным континентам. Но на самом деле распределение начинается буквально от того момента, как вы сидите в разных уголках одного этажа, на разных этажах, в разных офисах в одном городе и так далее. То есть на самом деле это только будет влиять на уровень сложности, с которым вам придется столкнуться. Но по факту все это является одной и той же проблемой. И у нас уже, естественно, на момент прошлого, поскольку мы уже были распределены, были какие-то взаимодействия, которые строились по распределенному принципу. Так как у нашей вот этой вот большой команды или поезда есть какие-то ключевые игроки, и ключевые люди, которые крайне важны для деятельности каждой из ее команд, то так получается, что в нашем случае все они были сконцентрированы и сконцентрированы до сих пор в основном в одной локации. И для всех команд, которые в этой локации не находятся, взаимодействие с ними будет распределенным. Именно так и было. Также, поскольку мы уже говорили о том, что вся эта большая какая-то часть, около 100 человек должна двигаться вместе к каким-то общим целям, то есть такое специальное мероприятие, которое называется квартальное планирование, где распределено 100 человек вместе взаимодействовали. И контрастируя с этим, ну и на самом деле и команды, то есть если команды из разных локаций, но у них есть какая-то связь в работе, которая, поскольку они работают на единой кодовой базе или зависимость, то взаимодействие с этим тоже приходится распределенным. И противовес этому было локальное взаимодействие, когда уже внутри команды своей можно было просто получить легко зрительный контакт, похлопать человека по плечу, убедиться, что он сидит на своем рабочем месте, и в общем решить с ним все вопросы. Ну и в рамках одной локации, в общем, тоже было все просто. Все сидят рядом, вместе можно подойти и спросить, проблемы не было. Какую сложность это порождает? Это порождает сложность того, что на самом деле есть большая разница между удаленным взаимодействием и локальным взаимодействием, которое мы всегда замечали. Слайд с двумя стрелочками в разные стороны зелеными. И у этого часто есть довольно серьезные проблемы, которые возникают. Я их тоже замечал, и какие-то нам, правда, уже удавалось, как-то уменьшить их влияние, какие-то нет, которые на самом деле сильно препятствуют к тому, чтобы построить эффективную работу всей этой большой структуры. Первая проблема — это локальная экспертиза. Это когда в каждой точке есть свои какие-то гуру знаний, которые на самом деле могут не совсем соответствовать друг другу, и они немножко будут тоже так растаскивать решения в разные стороны. За счет того, что локально работать гораздо удобнее, чем удаленно, часто происходит такая интересная история, как дублирование встреч, когда по одному и тому же вопросу сначала люди собираются в одной локации, там же как-то договариваются, и потом им приходится еще собираться на глобальную встречу и снова передоговариваться, что на самом деле довольно сложный процесс, потому что вот уже притирка мнений уже происходила локально, и снова ее перетирать происходит очень сложно. Ну и, наверное, самая негативная вещь, которую можно заметить, это такая проблема, как мы против они, это когда мы все делаем здорово, а вот они, то есть те люди, которые не с нами рядом не сидят, они все делают плохо и нехорошо. И если мы сделаем из этого все какой-то вывод, да, из той ситуации, которая была, то все сведется к тому, что это было таким препятствием для того, чтобы нам действительно стать высокоэффективной командой, этой большой командой, которая реально может вместе быстро двигаться к тем целям, которые перед нами поставлены. И что же на самом деле после этого изменилось? А изменилось то, что мы знаем, что недавно у нас у всех произошла такая история, как глобальная распределенность появилась в результате ситуации с коронавирусом. У нас она так немножко растянулась по времени, потому что в разных странах законодательство по-разному ограничивало деятельность сотрудников внутри офисов, поэтому, наверное, в течение уже месяца где-то мы даже чуть больше, так или иначе, с этой проблемой живем, оказались уже в полностью распределенной системе. И это там такой слайд следующий, надо будет показать, где человек изображен распределенный, сидящий в кресле. И на самом деле много говорится о том, что это какие-то сложности, какие-то проблемы, с которыми мы работаем, но мы же можем на это посмотреть и немножко иначе, не только как на проблему, но и как на самом деле некоторое пространство для улучшений, о чем я говорил в самом начале. И на слайде, который изображает, собственно, наше предыдущее взаимодействие, где изображены такие кластеры того слева, на слевой части картинки изображены кластеры нашего взаимодействия по локациям и линии, соединяющие между собой эти кластеры. Предыдущая ситуация, она дает на самом деле нам возможность тому, чтобы перейти к новой модели, когда у нас уже есть действительно единый кластер взаимодействия, единая команда, которая вместе решает вопросы. Но для этого, естественно, нам нужно поработать, нам нужно улучшить наше взаимодействие и улучшить синхронизацию в деятельности команд внутри этого самого большого поезда. Давайте поговорим о том, что же мы на самом деле заметили происходило и как мы влияли на эту ситуацию, чтобы, в общем, это пространство возможностей использовать. И на самом деле первая вещь, о которой я сегодня хотел сказать, это непосредственно касается инструментария или тулинга. В больших компаниях многие с этим сталкивались, инструментов довольно много. И самая большая сложность – это получить, в общем, все нормальные доступы, чтобы могли работать удаленно достаточно эффективно. Прежде всего, это видео, аудио и возможность демонстрировать свой экран. И этот процесс был, он был медленный, такой поэтапный. Так как у нас фокус внимания резко изменился, все теперь точно работают распределенно, то вопрос начал решаться очень быстро, на довольно высоком уровне. И, в общем, сейчас видео возможности есть у каждого. И что на самом деле хорошо, то что даже если в ближайшее время вся эта ситуация закончится, то мы все равно знаем, что люди иногда работают из дома, иногда кто-то болеет, они приходят в офис, и эти возможности мы сможем использовать и дальше. И это очень, на самом деле, классная история. Второй момент, на который стоит обратить свое внимание, это то, что таких инструментов удобных лучше, чтобы было не очень много. Потому что если вам нужно шарить видео в одном инструменте, звонить при этом через какой-то другой канал, какой-то гибертрофированный случай, а шарить экран в третьем, ну, в каком-то таком соотношении у нас такое бывало, очень становится сложно и неудобно. В общем, если это свести все к минимуму и получить все возможные доступы, это реально очень позитивно влияет на взаимодействие и синхронизацию деятельности. Следующий момент, на который я хотел обратить внимание, довольно интересный. И я для себя выбрал такую метафору, как на заре еще, когда у меня появился беспроводной интернет, был такой замечательный инструмент обмена файлами, назывался DC++, и там был чат. И, в общем, этот чат обычно все время был не очень сильно активен, но когда происходил обрыв соединения, то каждый бежал в этот чат проверить, в общем, действительно ли обрыв, или это конкретно у какого-то абонента проблема с доступом в интернет. В общем, активность резко возрастала. И примерно похожая история произошла у нас сейчас, поскольку локальное взаимодействие исчезло, его возможности поплопать по плечу или подойти кому-то посмотреть в глаза и поговорить, или попить кофе. Нет. То очень много дискуссий вылилось в эти самые каналы, в эти самые чаты. И самое важное, что на самом деле людей больше всего волнуют те проблемы, которыми они сталкиваются каждодневно. Это именно то, как они выполняют свою работу, как организовывать. Поэтому именно эти чаты, которые сконцентрированы на вопросах непосредственно деятельности рабочей и управления как-то этой деятельностью, они на самом деле наиболее востребованы сейчас. И они либо, которые уже существовали, активно начали использоваться, гораздо активнее, чем раньше, либо они начали заводиться. Поэтому возможности для организации деятельности именно вокруг проблем и общения, виртуального такого сплочения вокруг этих проблем и топиков, это очень важная история. И она очень сильно помогает глобально выстроить этот вопрос. Потому что если раньше кто-то мог прийти к какому-то конкретному локальному эксперту и выяснить, то теперь этот вопрос в чате действительно получит ответ со всех уголков мира, от других коллег, которые работают вместе. И опять же, это очень позитивно влияет на взаимодействие, обмен знаниями. Следующий момент, он сходный по механизму, но немножко другой, это вопрос организации сообществ, которые, или так называемых community of practice, которые должны помогать обмену знаниями и в конечном счете способствовать некоторому качеству принимаемых решений. И на самом деле с ними произошел примерно похожий сценарий развития. Они тоже такой всплеск переживают, потому что потребность все та же в экспертизе, в обмене знаниями крайне высока. И тут важны несколько таких моментов. Если виртуальное сплочение – это такой больше самоорганизующийся процесс, то есть даже мы только каналы, в которые предоставляют эту возможность, то именно сообщество очень важно, чтобы была какая-то инициатива, которая их поддерживает. Причем не так важно, и сейчас на нашем примере, например, инициатива приходит как снизу, так и сверху относительно того, какие каналы могут быть востребованы. И крайне важно иметь хорошую систему информирования, потому что можно создать очень много интересных сообществ или много интересной информации, но, тем не менее, вы не получите от этого результата, если люди просто банально не смогут туда прийти и узнать, собственно, что интересного там происходит. И перейдем к следующему тоже интересному пункту, который мы заметили в своей деятельности. Это вопрос возможности обучения. Довольно интересная история. Дело в том, что во многих областях обмена знаниями, таких как, например, конкретно тот фреймок масштабирования, который мы используем, Safe, изначально не было возможности организовать распределенное обучение, удаленное, поэтому это обучение могло быть проведено только локально. Поэтому если у нас есть много, например, тренеров, которые могут предоставлять такое обучение в одной локации, то они, к сожалению, никак не могут обслужить людей и обучить людей в других. Теперь это, на самом деле, интересно, открывается окно возможностей. Мы пока это больше обсуждаем, непосредственно прецедента еще в наших стенах не произошло, но, тем не менее, это очень интересная возможность не только использовать тренеров из разных локаций, но и объединять тренеров, на самом деле, для совместной деятельности и объединять людей из разных локаций. Это очень интересный еще и обмен культурной такой работы, различных, в общем, таких лайфхаков, которые в разных локациях существуют. В общем, тоже классно может влиять на, в том числе и на взаимодействие, и тем более на обмен непосредственно к ним-то знаниями. Интересная вещь, еще один момент, на котором я хотел бы остановиться, это история, которую я назвал команда Шрёдингера. Это такая интересная ситуация, когда вы находитесь удалены от своего какого-то субъекта взаимодействия, ну, например, от команды, с которыми вам нужно работать, то происходит интересный момент, что вы, конечно же, не знаете, что эта команда делает в каждый момент времени. И если такая потребность взаимодействия у вас очень большая, а время, за которое вам нужно это взаимодействие проводить, очень маленькое, как, например, при том самом квартальном планировании, о котором я упоминал, то возникает такая ситуация, что вы просто не знаете, в каком состоянии сейчас команда, запланировала ли она ту работу, от которой вы зависите, или не запланирована. И теперь в новых реалиях у нас, в общем, каждый сотрудник в какой-то степени стал такой мини-командой Шрёдингера, потому что, в общем, понять, что делает ваш коллега довольно сложно. Он в любой момент может пропасть, исчезнуть и не отвечать. И эту проблему мы решаем с двух сторон. Первое – это, в общем-то, каждодневные дополнительные встречи на разных уровнях, как для всей большой команды, так и внутри команды. Я бы сказал, что это где-то в 2-3 раза больше встреч, но они, скорее, не больше по продолжительности, они больше по количеству. Нужны быть возможности для синхронизации, и важно, что они открытые. Если кто-то не имеет сильного желания найти дополнительные встречи, прийти ему и так все понятно, он может туда не приходить. И важный еще интересный инструмент – это приведение, построение встреч по надобности. То есть такие встречи… Для этого очень хорошо помогает календарь. Если раньше вы просто могли подойти с кем-то и поговорить, то теперь также с ним поговорить по возможности, как только в тот современной слот, который у него свободен. Давайте перейдем непосредственно к выводам из всех тех пунктов, которые мы рассмотрели. На самом деле получается следующая ситуация, что если мы сейчас будем делать определенные некоторые действия, которые мы рассмотрели, работать с взаимодействием, увеличивать сплоченность и устранять те самые команды Шрёдингера, которые мы видим, мы можем получить некоторые из этого хорошие для нас следствия. И эти следствия напрямую будут влиять на те ценности, в рамках которых мы работаем в компании. Это те самые прозрачности, выполнение программы и качества, о которых мы говорили в самом начале, собственно, для чего эта команда большая собиралась. И в конечном счете это и есть работа над той целью, ради которой, опять же, вся эта команда собирается. Такая команда может стать действительно высокоэффективной, и получается, что скорее вся наша текущая ситуация может быть рассмотрена не с позиции проблемы ее решения, ее устранения и минимизации, а с вопроса того, как мы на самом деле можем это использовать для того, чтобы глобально больше работать вместе и получать более эффективное взаимодействие. У меня, наверное, все. Следующий слайд, это уже переходим мы к вопросам. Поэтому я сейчас немножко подожду и потом, наверное, перейдем к вопросам-ответам. По-моему, у нас еще есть на это немного времени. Да, напоминаю, что вопросы вы можете писать внизу стикерами. Так, ну, у нас уже появились вопросы. Давайте я попробую на них ответить, хотя все они в статусе еще редактирования. Так, ну вот, давайте ответим на вопрос сначала. Сергей Рогачев, будет ли следующий PI-планинг, то самое квартальное планирование полностью распределенным, и то есть все сотрудники будут из дома в тапках. Да, ну, пока планы такие. Из-за того, что непосредственно мы сделали сейчас, мы выделили немножко времени, продлив последний PI на некоторое время, для того, чтобы иметь возможность лучше подготовиться к этому событию. Но планы на данный момент, собственно, что он будет полностью распределенным. Прецеденты в других компаниях для этого уже есть. Поэтому, да, планируем делать так. Вы нашли проблемы, вопрос от Светланы, синхронизация и обмена локальных знаний, которые решают сейчас в офлайне. Что планируете из этого поменять и применять, когда вернетесь в офлайн? Да, хороший вопрос. Дело в том, что, поскольку я концентрировался, что у нас очень именно распределенная структура, и у нас, на самом деле, вот эта онлайн-часть, она всегда существовала. Просто вопрос в том, что она была не такая эффективная, как локальная экспертиза. Поэтому, наверное, ключевой пункт для нас – это сохранение глобальной взаимодействия в этих офлайн-каналах для того, чтобы иметь возможность и дальше работать эффективно все вместе, а не только в офлайне, в одной локации или в нескольких локациях, которые у нас есть по всему миру. Ваши три топ-инструмента для удаленного взаимодействия. Ну, я могу говорить про те инструменты, которые используем мы. Мы их используем по целому набору причин. Надо понимать, что в банке использование любого нового инструмента – довольно сложный процесс. его принятие, связанное с комплайнсом и многими сложными моментами. Поэтому для видеообщения, в общем, и для шаринга экрана мы все свели к использованию сейчас Skype, Skype for Business. И, в общем, этот инструмент работает достаточно хорошо. Из тех инструментов, что я пользовался лично и которые, наверное, многие рекомендовали – это Zoom, естественно, это Miro для общих планирований. И, на самом деле, есть еще интересные всякие инструменты для какого-то совместной ретроспективной деятельности. Есть такой сайт fanretro.io. Там, в общем, тоже очень удобно реализовано взаимодействие. Можно попробовать использовать в команде. Так. Так. Больше вопросов я не вижу. Вижу, что есть пустой вопрос от Марии. Комментарий скорее от Екатерины. Ну, тогда, наверное, коллеги, будем завершать. Я желаю всем в новых реалиях успешной распределенной работы. И не боитесь... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!